Привет! С вами школа веб-дизайна VTI и добро пожаловать на ежедневные разборы в рамках 21-дневного UI-челленджа дизайн-турбина. Задача текущего дня была следующая – создать интерфейс мобильного приложения для болельщиков футбольных команд. Конечно, задача сложная и обширная, и она требует более детальной проработки, а нам, конечно, не стоит забывать, что участники работают в течение одного дня. То есть, в рамках одного дня они должны выполнить поставленную задачу, второй день выдается уже на дошлифовку их интерфейсов. Поэтому мы сократили задание до двух экранов. На первом экране должно быть отображено именно список текущих матчей, проходящих по датам ближайших, а на втором экране уже подробная информация о футбольном матче между двумя командами. То есть, там должно быть отображено, какой сейчас идет тайм, счет и, конечно, подробная информация, кто на какой минуте забил гол и, возможно, прикрепить именно здесь просмотр видео каких-то опасных моментов. Итак, давайте посмотрим, что у ребят получилось и первая работа Дмитрия по поводу решения задачи. У нас есть на первом экране матчи, таблицы и какие-то новости, которые относятся к турнирам. Также у нас отображена дата и список команд, которые играют, наверное, в текущую дату, как я понимаю. Единственный момент здесь, конечно, хотелось бы именно уточнить по датам, сделать выборку дат более обширной, чтобы сначала я могла выбрать конкретную дату, потому что болельщики зачастую знают, когда их команда будет играть. И, возможно, чем переключать, скроллить именно весь экран, возможно, они сразу захотят узнать про их команду, именно выбрав текущую дату. Это первый момент. Второй момент. Хотелось бы, конечно, сделать сортировку именно по избранным, потому что у каждого болельщика есть своя любимая команда, и если он ее вводит в настройках, то уже приложение должно реагировать именно также на поиск его любимых команд, именно игр, которые ему интересны в первую очередь. Также на первом экране у нас отображено, идет матч, либо он закончен на данный момент. Данную информацию хотелось бы более детальнее проработать, потому что она сейчас не очевидна. Данные элементы больше напоминают именно кнопки, которые хочется нажать. Такого быть не должно. Может быть, те карточки с командами, которые уже закончили свою игру, может быть, сделать просто полностью серыми, не активными. А другие уже черными, цветными, чтобы показать, что они сейчас работают, что можно на них нажать, посмотреть именно в режиме реального времени за их игрой. По поводу кнопок, минут, которые мне напоминают кнопки, я бы все-таки это сделала, отобразила иначе, может быть, оставила бы именно акцентом на шрифт, сделала, убрав при этом плашку, чтобы это не напоминало нам наши кнопки. Также я бы убрала остров из-под нашей даты, потому что дата у нас относится к нашей текущей группе, а сейчас кажется, что дата это какой-то отдельно стоящий элемент, который не влияет на следующие объекты наши. По поводу второго экрана, я бы изменила композицию наших верхних элементов, то есть сделала бы выравнивание карты и название страны по горизонтали непосредственно, чтобы элементы больше сгруппировать именно в какие-то свои группы, потому что сейчас кажется, что они распластались по всей ширине экрана. Хочется их сделать более аккуратными. Что сейчас идет 27-ая минута, не слишком ярко выражено, может быть, его стоит вынести в какой-то отдельно стоящий якорный объект, потому что сейчас данный элемент не видно, и здесь, конечно, не хватает какого-то фона, потому что у нас есть наш светло-серый фон или белый, который не отличается от нижнего нашего блока. И получается, как будто бы у нас есть единый наш элемент, наш экран, и он отделяется, именно бьется на две составляющие какой-то пересеченной линии с другой группой элементов. Здесь бы я попробовала сыграть именно на контрасте, чтобы показать, какой элемент у нас находится в первую очередь по важности, какую-то вторую, чтобы эти экраны не выглядели как один целый экран. Здесь удобно в нижней части экрана, что у нас обозначено начало матча, также наши минуты и что проходило на каждой из минут. Единственный момент здесь идет именно нарушение внутреннего и внешнего, то есть мяч слишком привязан к нашему блоку с минутами. Я бы эти группы элементов все-таки сделала немножко дальше от центральной линии. А также можно добавить сразу здесь видео, например, чтобы посмотреть какие-то опасные моменты, допустим, как в данном случае при получении желтой карточки, либо как забивали гол. Следующая работа Андрея. Давайте я ее сразу увеличу, чтобы рассмотреть именно элементы по поводу нашего первого экрана. Мне непонятно, куда я попала. То есть я захожу в приложение, ладно, там будет какой-то отдельный экран, приветственный именно с логотипом, возможно, приложение, но именно исходя из данного экрана, я не пойму, никогда это происходит, ничто, никакие команды играют, как бы мне герб команды ни о чем не говорит. Может быть, конечно, я не такой фанат футбола, но почему не думать о том, что не все пользователи идеально знают именно то, зачем они сюда пришли. Да, не надо надеяться на то, что абсолютно все люди разбираются именно, допустим, в данной символике. Как бы более было бы понятно, конечно, флаг, допустим, и название страны. Но здесь, опять-таки, нужно понять, для кого данное приложение у нас разработано. Также мне не ясно, какая дата, какие это команды, что означает 4, 5, 10, то ли это минута десятая идет, то ли это голов забили, но нет, хотя головы это вот, да, у нас идут. Как бы я не знаю, что значит центральный объект, может быть, это в силу своей неосведомленности, но раз я не поняла, то есть такая вероятность, что и другие пользователи могут это, опять-таки, не понять. По поводу верстки. У нас есть табло с нашей информацией именно по голам. Здесь текст достаточно тесно. Я бы заменила шрифт на более конденсный, допустим, ПФДин, может быть, именно чтобы он был более плоский, чтобы он был более компактный и не занимал достаточно широкое пространство. Потому что, в принципе, у нас и тема способствует данному выбору, а также и размер экрана. Как бы нам нужно все-таки информацию свою доносить доносить более компактно, более кратко, чтобы наши элементы не расползались по всему нашему экрану. Это что касаемо первого экрана. Как бы здесь не хватает абсолютно никакой информации. А также непонятно, как будет выходить боковое меню. То есть, если это будет свайп, то нужно это как-то в подаче отобразить. Вот. По поводу нашего второго экрана. Опять-таки, не ясно, что значит 75. То ли это 75 минута идет. Но тогда здесь нужно показать, потому что именно по нашему графику здесь непонятно, что это именно 75 минут прошло. Кажется, что 35, да, если исходить, как будто бы это циферблат идет. Вот. Если это проценты, то тоже как бы здесь нужно обозначение какое-то дополнительное. Ну, процент от общего количества времени, но это неудобно опять в просчете. Здесь опять не показано, какие команды у нас участвуют. Может быть, это написано в гербе, но мне, к сожалению, не видно. И также у нас не хватает именно пространства блоков, потому что символика достаточно сложная. У нее есть свои объекты, у каждого, которые взаимодействуют между собой в группе. И, опять-таки, расстояние от данной группы, оно слишком маленькое до краев нашего экрана. Здесь нужно добавить воздуха. Можно даже сделать на данную высоту, да, и отцентровать уже по центру. Хотя здесь у нас счет показан 1-0, здесь почему-то на втором экране у нас 0-0. Как бы при подаче все-таки нужно придерживаться одинаковых цифр, одинаковых данных, чтобы пользователь, ну, либо кто изучает ваш интерфейс, мог сделать какие-то свои выводы и связь между экранами. Так, по поводу статистики и добав... Это что значит? Я не пойму. Здесь, опять-таки, не хватает места. Я бы ее вынесла наверх все-таки, как данную такую системную информацию. У нас не хватает контраста. Линии достаточно толстые, темные. Я бы их вывела все-таки в белый цвет, либо в светло-серый, чтобы было более контрастно именно с фоном. Сейчас непонятно. Во-первых, у нас все объекты слиплись. У нас, опять-таки, не чувствуется принадлежность. Кому принадлежит данная карточка? Кажется, что просто 72-й минуте, а не футболисту. Хотя именно футболисту принадлежит данная карта на 72-й минуте. Ну, как я это понимаю. Здесь непонятно, что было. То ли это был гол, то ли нарушение какое-то. Как бы не совсем ясно. Также у нас есть добавочное время. И я не понимаю, для чего нужно данное текстовое сообщение. Возможно, это чат именно внутри пользователей, если общаются люди. Как бы не совсем ясно. По поводу стилистики. У нас здесь стрелка выбивается из наших иконок. В принципе, все иконки в разной стилистике. И они плохие по качеству. Их нужно отрисовать. Либо использовать более хорошего качества. И все-таки привести к одному размеру, к одному стилю. Чтобы приложение на всех трех экранах смотрелось гармонично. Так, здесь я понимаю. Это мы показываем дополнительное окно нашего второго экрана. То есть, у нас есть результаты наши. Вживую, да. Мы можем посмотреть информация какая-то. Было бы круто, если бы у нас сразу был бы плеер, про который я говорила. И если это чат, то в принципе это прикольно. Но, наверное, не в данном экране. Как бы можно сделать такую тему, чтобы болельщики именно общались внутри данного приложения друг с другом. Почему нет? Также у объекта с чатом достаточно толстая обводка. Она, в принципе, ни к чему. Она не разделяет данные блоки. Она просто добавляет какую-то нагрузку дополнительную, смысловую. У стрелки не хватает воздуха. Но данные контуры все достаточно жирные, явные. Их хочется сделать спокойней. Здесь на первом экране кажется, что забыли заполнить поля. Может быть, стоит просто их убрать, вот эти циферблаты, чтобы они не смущали пользователя. Потому что кажется сейчас, что здесь пустые места, но при этом которые должны быть на данный момент заполнены. На втором экране у нас наш счет, он прилип к двоеточию. Здесь у нас линии опять слиплись друг с другом. Я не знаю, для чего это нужно было. Тут идет круг и потом вот такая дуга. Как бы я думала, что круг должен идти, от него линия. И пусть будет вот этот полукруг, но при этом он должен быть просто пропорционально больше, нежели круг, который идет по центру. Вот этот белый. И от него уже отходит линия. То есть расстояния должны быть везде одинаковые. А не тут слиплись они. Здесь расстояние больше, здесь меньше. Как бы вот эти все помарочки какие-то, они портят общее впечатление. Следующая работа Артема. Мне в принципе все понятно по решению задачи. Нравится, что у нас есть календарь, где у нас всплывет окно, да, и мы сможем посмотреть именно матчи по датам. Допустим, будет удобно, если будут выделены именно даты, когда будут проходить те или иные матчи. Также у нас есть, которые прошли, есть турнирная таблица. Это карточки. Единственное, мне не ясно, именно здесь усложнение по визуалке. То есть все элементы у нас дробятся на слоя, а также на какие-то разделительные линии. Также везде есть теньки. И это добавляет дополнительную смысловую нагрузку. То есть мне сейчас кажется, что данный элемент выступает в виде кнопок. Это тоже у нас кнопки полноценные. Здесь опять-таки кнопка. Как бы здесь очень много сложных элементов, которые, в принципе, можно всегда упростить. Нужно упрощать всегда до того момента, когда у нас не будет лишнего мусора, но при этом наш сервис или интерфейс, как в данном случае, будет работать и выполнять свою задачу. У нас есть даты. Единственное, я бы опять-таки убрала бы линии разделительные и даты сделала бы по левой части. Нам достаточно отступов, которые будут отделять данные блоки. По второму экрану то же самое относится к нашей шапке. Здесь у нас написано время, да, какое идет. У нас есть страна, счет 1-1. Единственное, я бы сделала, наверное, флаг со страной и счет более крупно, потому что сейчас он у нас теряется, несмотря на то, что шрифт достаточно жирный и такой толстый. Опять-таки, у нас для чего-то появилась здесь серая отбивочная полоса, между ними отбивка и вся наша временная линия таймлайн, она, во-первых, у нас разбита на какие-то смысловые составляющие, которые относятся к той или иной команде. Также это все разбито по слоям и по цветовому кодированию. То есть у нас сейчас кажется, что темно-зеленый фон принадлежит одной команде, как я бы подумала, да, в светло-зеленой другой команде, но здесь просто идет чередование, потому что цвета у нас повторяются и относятся к разным командам. И вся вот эта полосица какая-то, она добавляет нам дополнительный шум и эффект зебры. То есть у нас один блок, который можно было упростить, он у нас сейчас состоит, смотрите. Если посмотреть по цветовому кодированию, раз блок, два блок, три, четыре, пять, шесть, семь блоков, как бы на одном экране, это только мы разобрали вот эту карточку. Как бы это достаточно сложно именно для восприятия, потому что человек именно смотрит не на какие-то характеристики и информацию, которая ему нужна, в данном случае это наш счет матча, его глаз цепляют именно какие-то визуальные эффекты. Такого быть не должно. Наш дизайн должен помогать восприятию, а не усложнять его. Здесь, в принципе, Артем исходил по той линии из того, что у нас есть гол, у нас есть желтая карточка, как бы он привязывался не к минуте, а к определенным событиям и уже вынес именно минуты. Мне, конечно, проще делать связь по минутам, но не знаю. Лучше, конечно, данную информацию я предлагаю все-таки общаться непосредственно с болельщиками, с целевой аудиторией, узнавать, как будет им удобней, как они привыкли воспринимать данную информацию и уже из этого исходить. Мне нравится, что у нас есть фотографии наших футболистов, почему бы и нет. Единственное здорово было бы, опять-таки, прикрепить какое-то видео голов, да, либо здесь где-то показать именно отдельное видео, посмотреть матч, где будут указаны какие-то нарезки. Следующая работа Зинаиды, я ее сразу открыла на большом экране. Здесь у нас отображены игры, которые у нас прошли, которые у нас предстоят, и турнирная таблица. Единственный момент, хотелось бы добавить календарь, как в прошлых работах я заметила. Это достаточно удобно и упрощает именно пользование вашим приложением для болельщиков. У нас все наши даты, периоды, мне нравится, что у нас есть время. У нас отображено, где у нас будет это все проходить. Было бы удобно, если бы при нажатии на нас бы открылась карта, и нам показали, как добраться или доехать, потому что не все бывают местные. Именно на такие чемпионаты слетаются болельщики со всего мира, и было бы удобно, если бы мы им помогали. Здорово, что у нас именно время установлено московское. Также отображена дата. Дата, к сожалению, здесь не слишком читабельна. Может быть, ее стоило вынести куда-то отдельно, именно привязывать как-то все элементы. Также у нас показана карта, команда, которая играет. Единственный момент, мне интересно, как будет отображаться счет. Вот, именно если, допустим, я сегодня проходит какая-то игра, и на данный момент, да, уже есть какой-то счет, как это будет отображаться именно на первом нашем экране. Было бы здорово, если бы Зинаида показала это. Вот, по поводу второго экрана. Интересный момент именно с визуальной коммуникацией. Единственное, что у нас здесь из-за фотографий наших, из-за просветов, которые на фотографии, несмотря на то, что Зинаида пыталась затемнить ее. У нас текст достаточно плохо считается. Как бы такого быть не должно. Все-таки, если эта информация важна, лучше ее вынести какими-то отдельными элементами. Они должны быть более ярко выраженными. Что игра закончена, опять-таки, это не видно, и здесь это не отражено, да. Как бы лучше показывать даже три состояния. Игра закончена, игра идет с каким-то счетом, и игра предстоит, как бы, где нет счета, но при этом можно добавить какое-то напоминание или уведомление, чтобы приложение напомнило человеку о том, что в данное время будет важная для него игра, потому что, ну, всякое бывает. Вот, у нас есть наша временная линия, где кто забил гол, где кто... ой, прошу. Кто получил карточку. В принципе, здесь все понятно, все просто. Опять хотелось добавить лучшие моменты, может быть, именно на саму линию, чтобы человек непосредственно здесь уже узнал всю информацию, которая ему необходима. Следующая работа Михаила. У Михаила тоже использован именно не флаг страны, а герб, но при этом здесь есть какие-то подписи именно сверху, хотя почему-то их нет на остальных моментах. Итак, здесь именно проблема в данной работе по визуальной коммуникации, потому что сейчас у нас не читается текст с нашей датой, не читается текст с текущим временем, а также непонятно, что это кнопка. Если это кнопка, то ее нужно сделать более акцентной, ее нужно выразить иначе, потому что сейчас она теряется, и если пользователь не сможет на нее нажать, то он не сможет изучить ту или иную информацию, то это уже ошибка в решении нашей задачи. У нас есть наши какие-то турниры, матчи именно на завтрашний момент. Единственное здесь, все-таки это учебная работа, я это понимаю, но лучше не лениться и добавить именно разноплановости, показать, что это разные команды, потому что сейчас у нас виден явный копипаст, как бы, опять-таки, это ухудшает восприятие, здесь нельзя проделать какую-то логическую связь, и информация воспринимается хуже. Также здесь плохо, есть проблемы, точнее, с версткой, именно по внутреннему и внешнему, здесь нужно все это учесть, линии я бы сделала более прозрачными, более тонкими, потому что сейчас нижняя линия, она достаточно жирная. Мне нравится, что у нас фильтры есть внизу, как бы, опять-таки, повторюсь, что мы сперва изучаем какие-то данные, а потом уже можем применить те или иные фильтры, это достаточно удобно. Но при этом нужно не забывать, что фильтры тоже должны реагировать, именно переключатели должны реагировать на пользователей, я должна понять, на каком из переключателей я нахожусь в данный момент. То есть, здесь должна быть какая-то подсветка, если этот экран принадлежит тому или иному переключателю. По поводу второго экрана, я так понимаю, мы нажимаем на кнопку «Посмотреть больше информации» и переходим уже на второй экран. У нас проблемы, которые относились к первому экрану, они у нас дублируются на втором. И здесь, конечно, добавляются именно проблемы с версткой по тайм-линии. Непонятно, для чего нужен данный разделитель. Здесь нет заголовка, что это тайм-линия, что это временная шкала, как бы пользователю нужно помогать усиливать восприятие информации. А также здесь именно нарушены расстояния внутреннего и внешнего внутри нашего круга. То есть, у нас 60 минут, они находятся намного дальше друг от друга, нежели эти два элемента к краям нашей формы. То есть, 60 минут, они должны быть в первую очередь приближены друг к другу. Ну, конечно, не так, как я здесь показала. Опять-таки, с соблюдением отступов. А потом уже непосредственно они должны быть вписаны в фигуру. Интересный момент, что у нас иконки сопровождаются именно текстовой информацией. Это усиливает восприятие. В принципе, удобно. Единственное, что текст уже сопроводительный, плохо, конечно, читается. Здесь из-за экономии места. Следующая работа Евгении. Я ее сразу открыла в более крупном формате. Сейчас уберу свои подписи. Итак, у нас есть последние игры, ближайшие игры, турнирная таблица. Как бы нам все понятно, где мы находимся на данный момент. Единственное, у нас здесь проблемы с бургером. Я бы его упростила именно по цвету, не стала делать синим. А также добавила расстояние по отступам. Также наш логотип на таком градиенте сложном, он не читабелен. Я предлагаю все-таки успокоить фон и расставить правильно именно контраст цветовой. Может быть, все-таки здесь стоит его сделать серым, а здесь более ярким. Либо же наоборот. Как-то успокоить, потому что сейчас у нас вроде бы этот экран делится на два блока, но при этом идет единый градиент. Также можно добавить таблицу, про которую говорила, либо список именно ближайших дат, которые предстоят. Может быть, они должны быть даже внизу, если они принадлежат последним играм. Здесь у нас понятно дата, что у нас проходит. Одна вторая, одна четвертая финала. Как бы это достаточно удобно. У нас играет Португалия-Франция 1-0. Может быть, все-таки сделать это, как в предыдущих работах ребят, более визуально понятней, что ли. Но, в принципе, данная информация имеет место быть, только она сейчас несет более такую табличную именно суть. Ее хотелось бы причесать именно с эстетической стороны. Также я еще раз говорю про копипаст. Все-таки нужно постараться выделить несколько минут именно на внесение различий в информацию, чтобы приложение смотрелось более интересно. Также я бы успокоила данные линии, потому что они сейчас добавляют дополнительный смысловой мусор, какую-то нагрузку. Они мельтешат. У нас восприятие ухудшается. Их лучше сделать более спокойными, более лаконичными и тонкими. По поводу второго экрана. У нас есть интересная подача карт. Также все данные находятся именно на фотографии. В принципе, это усиливает восприятие, но при этом ухудшает читабельность текста. Здесь нужно, конечно, найти какую-то золотую середину, чтобы при этом любой текст у нас читался хорошо. И сейчас информация именно время, во сколько будет проходить, она во второй строке, она слиплась с нашей первой строчкой. То есть здесь, опять-таки, нужно расставить правильно отступы. Непонятно, почему у нас здесь находится красная или розовая тонкая отбивочная линия. Вопрос. Ее здесь быть не должно у нас. И так достаточно нашего перехода из фотографии в градиент. Единственный момент. Мы можем избавиться от данной разделительной линии, выкрасив именно выделенный блок сверху. То есть здесь добавить вот эту красную полоску. Можно ее сделать в два раза толще и вынести именно наверх, чтобы подсветить выбранный элемент. Потому что сейчас у нас здесь в макете достаточно много-много линий. И хочется его упростить. Также в нашей временной линии здесь все элементы именно слиплись с нашей шкалой. Хочется их сделать немножко дальше от временной шкалы. И сгруппировать лучше, потому что сейчас они занимают всю строчку. И они достаточно сложны именно по восприятию. У нас одни элементы выравниваются по крайнему правому, другие по крайнему левому. При этом здесь добавляется какой-то дополнительный счет. Нужно понять, нужен он или нет. Я, к сожалению, опять скажу, не такая большая футбольная фанатка, чтобы детально, настолько детально разбираться. Я, конечно, этот вопрос тоже сегодня изучу, посмотрю. Но не знаю по поводу данного момента. Лучше, конечно, это узнавать у футбольных болельщиков. Стоит выносить данный элемент, либо нет. Это, наверное, относится к нашему конечному счету. Кто какой, может быть, мяч принес по счету. Если есть возможность упростить, и это не усложнит восприятие, то тогда почему бы от них не избавиться, а вынести именно какую-то основную информацию, кто на какой минуте что сделал, что забил. И, допустим, уже добавить какое-то видео, либо видео сделать где-то здесь, какая-то подробная, более детальная информация. Потому что здесь это все-таки временная линия, которая должна быстро сориентировать нас, что произошло, на какой минуте матча. Также я бы предложила все-таки разбить нашу временную шкалу на первый тайм, второй тайм, чтобы была более детальная и понятная разбивка. Следующая работа Сергея. Она очень приятная по визуальной коммуникации. Единственный момент, что у нас все сливается в такую голубо-синюю массу, потому что у нас подача немного усложняет восприятие. Лучше ее сделать чуть на 2 тона, допустим, темнее, чтобы наши экраны вышли именно на первое место. У нас есть наш главный экран. Он показывает нам, куда мы попали. Возможно, я бы сделала все-таки выравнивание именно по центру. Потому что сейчас такой достаточно наклонный шрифт. Он создает какую-то наклонную выключку по левому краю. И также именно какие-то хэштеги, новости, описания я бы отбила ниже, потому что сейчас у нас, опять-таки, нарушены наши отступы. Здесь все-таки нужно сделать более грамотно. В принципе, нам места хватает. Почему бы не добавить воздуха нашим элементам? Чтобы они смотрелись как самостоятельные объекты, но при этом лаконичны в своей композиции в целом. Вот. По поводу второго экрана. Мне нравится, что у нас есть наша таблица с датами. Может быть... Так, у нас показана дата, но при этом я не знаю, какой это месяц. Не знаю, важно это или нет. Насколько вперед смотрят болельщики именно даты чемпионатов. Как бы этот вопрос тоже я оставлю открытым. Нужно его обдумать. Сейчас, на данный момент, наш бургер и наша иконка с календарем, они друг с другом спорят, потому что они находятся непосредственно друг под другом. При этом имеют одинаковый вес, несмотря на то, что календарь, он на несколько тонов более прозрачный. Вот. Может быть, стоит убрать данную плашку и все вывести на темный фон, который находится в Лиге чемпионов. Данная плашка. И тогда будут данные элементы именно с карточками турниров более контрастно смотреться на фоне. Мне нравится. У нас есть герб, но при этом у нас есть подпись клуба. Это удобно, это понятно. И тогда вопрос в гербах у меня сразу отпадает. Здесь у нас отмечено, во сколько, наверное, начало будет. Здесь показано, что уже игра идет. Не ясно. Во-первых, у нас зеленый достаточно сложно читается на нашем голубом фоне, потому что цвета, они близкие друг к другу, и при этом они друг с другом спорят. Как бы здесь не хватает контраста. Зеленый сейчас вроде бы он и режет глаз, но при этом он не делает достаточный контраст. Также у нас данная шкала врезается в наш герб, именно в группу элементов, в которой находятся герб и подпись клуба. И сейчас у нас идет какое-то неправильное именно композиционное решение. У нас наши команды вышли куда-то влево, а почетное место заняли именно напоминание и избранные. В принципе, это очень два полезных элемента, которые я считаю необходимы. Может быть, их все-таки закомпоновать как-то иначе. Я бы их поставила в угол, например. Либо, может быть, сделать эту карточку свайпом, и там будет показано, что я хочу с данными элементами сделать. То ли мне это напомнить надо, то ли поделиться с другом, то ли добавить в избранное. Как бы здесь нужно обыграть, потому что сейчас вроде бы левая часть группы элементов, она как бы важна, но при этом мы ее куда-то подвинули, и выделили, конечно, больше правую часть. Сейчас они немножечко не стыкуются и не выравниваются. У нас данная группа элементов выровнена по центру относительно блока. Здесь время выровнено, наверное, относительно центра наших, даже герба нашего. Как бы нужно все привести в порядок. По поводу второго экрана. У нас показано, куда мы попали, какие у нас команды играют. Это очень, я считаю, правильно, удобно и просто решено. Единственный момент, у нас есть матч непосредственно, составы, турнир, трата, там. Может быть, эту информацию нам стоит вынести вниз уже, под нашу картинку, именно под нашу декоративную картинку, чтобы наша информация, которая относится к верхней категории, она не разбивалась между ними, чтобы не вставал вот этот данный декоративный элемент. Здесь в тайм-линии я бы все-таки предложила делать одну линию, чтобы ее не дробить, потому что, как я понимаю, если у Селтика добавится, допустим, счет, то появится какая-то своя линия, и здесь будет информация, а между ними будет какая-то пропасть. Я бы 3-0 счет сделала бы здесь, все-таки обыграла бы данный элемент, чтобы у нас было написано Барселона Селтик, к примеру, и здесь уже счет, который относится к нашим элементам, именно к команд. Вот. А по тайм-линии уже сделала бы ее одну, и показала бы, как у ребят, именно кто к чему относится, и избавилась все-таки от зеленого цвета, нужно проработать. Голубой цвет достаточно сложный, и не все цвета будут на нем хорошо смотреться. Нужно этот момент понять, посмотреть именно цветовые сочетания, но если честно, мне даже в голову сейчас не приходит никакой цвет, который бы уместно смотрелся, кроме, допустим, глубоко серого, да, и белого, потому что здесь цвет фона достаточно сложный, я бы его не стала усложнять дополнительным цветом элементов. тем более иконки футбольного мяча, которая контурная, с заливкой синего цвета на зеленом фоне, да, на зеленом, на зеленой какой-то плашке, как бы смотрится достаточно сложно и нечитабельно. Вот, если мы добавим, здесь сделаем центральную линию, то нашего блока, наши левые и правые блоки, они станут достаточно более широкими, и у нас здесь влезет больше нашей информации, то есть сейчас данный блок, левый, он слишком зажат, видно, что ему тесто, здесь непонятно, что знать 16, 23, 50, скорее всего, это минута, тогда нам нужно добавить обозначение, я бы все-таки рекомендовала делать привязку именно к нашим минутам, а потом уже показать, к примеру, что забит мяч, кем забит, и здорово, что показано в видео. Вот, именно проработать, композиционную часть нижнего блока, это что необходимо в первую очередь. Следующая работа Нади, я ее сразу увеличила на большой формат, чтобы более детально просмотреть. Работа приятная, она четкая, понятная, мне нравится, что есть разделение именно по групповым этапам, 1, 2, 1, 4 финала, финал, как бы здесь это достаточно удобно, есть какой-то фильтр, может быть мы там сможем сразу сортировать наши матчи, турниры по любимым командам. Единственный момент, здесь опять нет проработки именно по нашим датам, ну хотя, кстати, может быть это скрывается именно в нашем фильтре, ставлю этот вопрос открытым. Вот, так, здесь у нас отображены наши команды, есть какой проходит тур, какого числа, есть уже какие-то, показан исход матча, так, неясно, какой матч уже прошел, какой только планируется, и какой идет на данный момент, как бы здесь эта информация никак не отображена, конечно, если я знаю дату, то я могу понять, да, что планируется, что идет на данный момент, но при этом хотелось бы еще как-то это визуально отобразить. У нас есть на каждой карте тень, когда карта, ой, простите, флаг, когда флаг достаточно маленький, тень, она ярко выраженная становится, может быть, конечно, это не обязательно, это рекомендация, может быть, стоит убрать тень, но при этом добавить тонкую линию в один пиксель или в 0,5 пикселей вокруг нашей карты именно на 10% серого, и тогда она будет более простая, она будет больше подходить под нашу стилистику. Данный элемент, именно переключение, я бы сделала немножко больше, буквально в полтора раза, потому что сейчас это вроде бы и не линия, и не брусок, он не слишком отделяется от нашего остального фона. Здесь у нас какая-то помарка именно по флагу. Так, у нас есть обзор состав статистиков, все, в принципе, понятно. Показано, что у нас матч завершен. Кстати, вот, да, здесь было бы здорово, если бы это сразу болельщик знал. Именно на нашей первой таблице. И указано, что у нас было 90 минут, наверное, плюс 2 добавочные, что был гол. Кстати, да, это очень удобно, объединить гол и минуты. какой тайм идет, кто забил и видео. В принципе, все супер, здорово у меня. Ну, я считаю, это очень удобно и просто. Единственный момент, здесь хотелось бы, конечно, проработать именно с контрастом. Потому что все достаточно такое белосерый, текст светлый, и не хватает именно каких-то какой-то яркости, элементов, чтобы пользователю было более понятно, куда следовать. Следующая работа Иосифа. Я бы здесь предложила именно сделать проработку по верстке, это касается второго экрана, и по визуальной коммуникации. То есть, здесь у нас сейчас использован большой флаг, но при этом нет ни подписи, непонятно, идет этот матч, прошел, когда он будет. А, ну, ясно, да, что это сегодня. Вот, неясно прошел он, либо он только планируется. У нас есть какие-то временные именно характеристики. Может быть, это уже матчи, которые прошли, в какой период времени они шли, как бы этот вопрос остается для меня открытым. Я бы эти моменты упростила, сделала бы их чуть меньше, чтобы они не настолько, не так активно именно бросались в глаза. И добавила все-таки подписи, чтобы пользователю усилить именно понимание, куда он попал, на какой он матч, и какая команда играет. Также я бы предложила все-таки бороться с таким светлым фоном, потому что, ой, с таким светлым серым текстом, потому что он сейчас показывает, именно направляет нас на неактивность элемента. То есть, на этот элемент не хочется нажимать. Кажется, что уже матч прошел. Все-таки нам нужно расставлять правильные, как цветовые акценты, как шрифтовые акценты, потому что это все влияет на взаимодействие пользователя с нашим интерфейсом. Также у нас не отображена полезная информация, которую я видела в предыдущих работах. Это где у нас проходит турнир. В какое время он проходит, по какому времени, Москва, не Москва. Это тоже полезно знать для болельщика. По поводу второго экрана. Я бы предложила все-таки изменить наш шрифт, потому что он достаточно широкий. Он у нас не стыкуется со вторым шрифтом, которым написан, наверное, наш заголовок, логотип. У нас здесь непонятно, что это 90 минут. Все-таки цифра должна быть нормальной. Сейчас она какая-то более декоративная. И разбираться в ней достаточно сложно. Здесь у нас нарушено правило верстки. Опять-таки непонятно, какая команда играет. Здесь у нас наша тайм-линия, она вся зеленая. При этом информация, которая относится, у нас серая, непонятно. Кажется, что линия сама по себе, а информация слева и справа, они разбросаны непосредственно сами по себе. И не ясно, к чему относятся 84 минуты. Но сами минуты мы, конечно, можем сделать выравнивание именно по строкам, но при этом я могу сделать выравнивание и вертикально. Мне никто не запрещает. Кажется, что на 84 минуте Роналда получил желтую карточку. Также я могу подумать, что и на 80 минуте. Как бы здесь, опять-таки, нужно правильно расставить наши акценты. Может быть, все-таки минуты сделать именно по центру. Элементы вынести левее. Показать, к примеру, мы можем цветовой линией показать, допустим, какая минута у нас прошла. Это серый, допустим. А какая у нас идет на данный текущий момент. Она будет зеленой, чтобы сразу цеплять внимание пользователя. Добавочное время у нас отображено в какой-то рамке. И ему тесно здесь. Также надо либо уменьшить текст, либо увеличить рамку. Потому что даже объекты внутри элементов каких-то, будь то это кнопка, либо плашка, я вам скидывала разбор по кнопкам, они должны внутри фигуры тоже взаимодействовать. У них также, опять-таки, есть межбуквенное расстояние, расстояние между словами и внешнее расстояние от слова до нашей границы плашки или кнопки. То же самое касается именно наших переключателей, потому что здесь у нас расстояние большое, здесь у нас расстояние маленькое между выборкой. Как бы такого быть не должно, у нас везде должен проходить один стиль. Итак, у нас последняя работа Ульяны. Давайте ее, опять-таки, увеличим, чтобы посмотреть детали. У нас есть наш первый экран. И отображено, что сегодня 6 декабря. У нас проходит наш матч один. Может быть такое, что у нас в один день проходит несколько матчей. Если да, то это нужно тоже учитывать. Вот. По поводу того, какой матч у нас сейчас проходит, у нас есть замечательная цифра 28. Здесь непонятно, что это именно счет. Предлагаю все-таки убрать наши рамки, сделать здесь двоеточие, потому что это более понятно пользователю, болельщики привыкли так воспринимать данную информацию. И 75 минут, это сейчас идет, да, наверное, 75 минута. Кнопка О матче, она должна быть либо яркой, либо мы можем сделать, допустим, так покажу в нижней части экрана, посмотрите, либо мы можем сделать какую-то стрелочку, и, допустим, человек может развернуть данную информацию, либо он нажать на нее может. Не обязательно какие-то элементы должны быть в виде кнопок. Может быть, нам для контраста будет достаточно стрелки, либо надписи подробнее, либо о матче, это будет просто ссылка. И при нажатии на весь экран, мы перейдем на второй уже экран. Так, у нас снизу есть перечень следующих турниров, которые пройдут в определенной дате, в определенное время. Хотелось бы здесь, опять-таки, провести уточнение, по какому времени нам нужно смотреть. Детали. В принципе, я не знаю, для чего эта информация. При нажатии мы можем изучить детали игры. Здесь у нас по центру нарушено расстояние внутреннего и внешнего. Я строку с датой и временем предлагаю сделать ниже, чтобы сделать ее более уникальную, более самостоятельную. Потому что сейчас она затерялась у нас между нашими командами. Это касается всех трех экранов. Вот. При нажатии о матче мы попадаем на наш второй экран. У нас отображено, кто играет на данный момент. Мы видим о матче, мы можем посмотреть состав и какие-то комментарии. Опять-таки, давайте обращать внимание на наши орфографические ошибки, потому что они также портят восприятие и впечатление. Я бы рекомендовала все-таки упростить шрифт. У нас все-таки идет такая футбольная тема, где спорт, парни бегают, играют. И здесь такой серифный, достаточно изысканный шрифт. Он, в принципе, не уместен, он ни к чему. И тем более, он не стыкуется с нашими остальными элементами. Бургер все-таки наш предлагаю сделать более тонким, потому что он сейчас состоит из трех таких больших кирпичей. То же самое относится к нашей иконке именно просмотра плееру. Во-первых, у нас наш треугольник, он достаточно большой. Он врезается в края, выровнен он не по центру. Возможно, это геометрический центр фигуры, но при этом он не визуальный центр. Нам, опять-таки, напоминаю, нужно всегда смотреть на поправку именно по вертикали и горизонтали, смотреть, как будет смотреться данная поправка визуально. Так, по поводу нашей игры. У нас есть команда, у нас есть минуты, информация, счет, удаление игрока, видео, тайм, подробнее. Пьяный фанат, отличное видео. Если это отличное видео, пьяный фанат, то, может быть, проще поставить видео, сделать, показать, что это ролик какой-то, и написать пьяный фанат, к примеру, либо лучшие моменты смотреть. Здесь я предлагаю все-таки нам упростить информацию нашу, текстовую, потому что читать мало кто любит, если, тем более, можно заменить это какими-то иконками в виде карточки, меча, показать, что это гол, либо дисквалификация, либо какое-то нарушение. Если это можно показать нашими иконками, то почему бы это не сделать? Сейчас у нас слишком много дробится нашей текстовой информации. У нас есть разница по кеглю между элементами, также по начертанию, жирная, толстая, также по цвету. Здесь слишком много разношерстной по стилю информации. Так, мне кажется, что видео у нас с каким-то градиентом, либо буква В, у нас отдельным цветом залито, как бы у меня так это отображается. Нарушены все расстояния внутреннего и внешнего, здесь все прилипло. Хотелось бы данную информацию упростить, сделать ее более понятной, причесать ее, вынести на самом деле, которые важные элементы, для болельщика непосредственно убрать лишний текст, заменить его на иконки, заменить его на какие-то визуальные элементы. Потому что зачем читать текст, если сразу можно посмотреть, к примеру, видео. Поэтому в нашем, в нашей тайм-линии, временной линии должна быть только самая важная информация, чтобы человек посмотрел буквально за 3 минуты, понял, что к чему, кто забил мяч, на какой минуте. Все, больше ничего не надо усложнять. Единственное, конечно, хотелось бы добавить возможность просмотра видео, потому что это очень интересно. я увидела, допустим, я пропустила гол на какой-то 75-й минуте, я увидела это в отчете здесь, и сразу нажала на наше видео, и просмотрела данный отрезок времени, который был упущен мной. Как бы это тоже нужно учитывать, нужно нам все-таки стремиться на то, чтобы облегчать жизнь пользователя. Надеюсь, разбор будет вам полезен, понятен. Скорее всего, вы уже начали изменять свою работу, потому что все равно, так или иначе, каждый день хочется ее улучшить, хочется ее видоизменить. Всегда приходят какие-то новые идеи. Это правильно, это здорово. Я лишь даю рекомендации, надеюсь, что вы на них опираетесь, и они помогают вам улучшать ваши работы. Спасибо большое, и до завтра.